НТВ и компания Лукойл при участии еженедельника Аргументы и факты представляют перехват Реальные события в реальной действительности В Москве в прошлом году было угнано 12 тысяч автомобилей Правительство города приняло решение внедрить радиопоисковую систему «Лоу Джек» Для этого был создан отдельный батальон ДПС ГАИ ГУВД города Москвы Оснащенный 30-ю фордами и вертолетом Сегодня ГАИ города Москвы открыто бросает вызов угонщикам Основное правило телешоу – перехват Угонщик, который не будет задержан в течение 30 минут в машине Оснащенной радиопоисковым маяком «Лоу Джек» имеет выбор А. Прервать состязание, выиграв одну треть автомобиля и продолжить его в следующей игре Б. Не прерывать состязание, продержаться еще 5 минут и выиграть автомобиль в этой же игре Если всенародно любимая звезда эстрады, певшая до этого хит об электричках, решила угнать автомобиль Если два родных законопослушных брата, кормившие хлебом весь район Выхина города Москвы Решили бросить вызов блюстителям порядка, то это значит, что в эфире супершоу «Перехват» Мы рады вас приветствовать, дорогие друзья! Снова здесь перехват! Итак, ничего практически нового! Гениальный спонсор нашей программы – компания «Лукойл» Компания «Лукойл» – один из лидеров российской экономики На заправках «Лукойл» вы получите не только качественный бензин и автосервис, но и чашечку горячего кофе «Томинвест» – крупнейшее автосборочное производство «Део Эстера» и «Део Нексия» в Ростове-на-Дону Более двухсот дилерских точек по всей России Всем советую подписаться на самую главную газету нашей страны «Аргументы и факты» Подписался на «АИФ» – считай, купил себе «Мерседес» Аргументы и факты всегда в курсе, куда рулить по жизни В общем, полный кайф, прекрасный обзор Спонсор программы «Перехват» – компания «Московская сотовая связь» Сотовый телефон может звонить по-разному Но главное в сотовом телефоне не как он звонит, а то, что он звонит везде, где бы вы ни были Сотовый телефон «Московской сотовой связи» звонит более чем в 115 городах России Итак, все уже на исходной Я прошу операторов включить камеры Угонщик номер один – Алена Апина Алена Апина Штурман у нее сегодня Ольга Ивлева Представитель русского радио Алена Апина В принципе, представлять эту певицу не надо Она является суперзвездой нашей отечественной, я не боюсь этого слова, эстрады Родилась, известно, родилась она в 19 веке С тех пор, в принципе, и работает на нашей эстраде Где родилась, понятно, в самом центре России, в городе Саратове Ведь именно оттуда поставляются в столицу нашей родины самые лучшие поп-звезды Ну, естественно, работала преподавателем музыки в Саратовской школе, ни о чем не думала Потом неожиданно решила сменить карьеру, стала певицей в группе «Комбинация» И уж после этого сделала великолепную сольную карьеру Об этой женщине я знаю все Я знаю ее достаточно близко И нас связывают достаточно теплые, почти интимные отношения В качестве угонщика два его штурмана впервые в истории два родных брата И не просто два родных брата, а братья-пекари Артем и Аркадий Тарасов Тарасов Артем Андреевич родился 27 августа 1973 года в семье архитекторов Не женат, не судим, не был, не состоял, не участвовал, но состоялся как личность В порочистых связях замечен не был, окончил медицинское училище 28, после чего работал на 47-й подстанции скорой помощи Итак, любимые занятия путешествия, любимое блюдо гречневая каша, любимый писатель Хайнлайн, любимый исполнитель Владимир Семенович Высоцкий Любимый фильм Хо-хо, Хорест Гамп, общительный, имеет много друзей, отличный испорщик В данный момент работает снабженцем на пекарне у своего старшего брата Аркадия Снабжают свежим хлебом практически всю Москву Итак, приготовились, я даю отсчет Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, поехали! Счастливого дня, Алёшка Нет? Аркаша, нет бензина? Нет бензина? О боже мой, как это странно, нет бензина У нас всегда в машинах нет бензина Угонщик-2, что у вас происходит? У нас нет бензина, сейчас заправимся и поедем У нас все по плану, ребят Вот почему не стартуют, понятно Заготовили бензин заранее, заправляют, заправили уже, все понятно Профессионалы, предусмотрительные, на наш бензин они не рассчитывают У них все готово, видимо интрига будет серьезная Наконец-то они трогаются, игра началась! Внимание, внимание всем охотникам! В городе осуществлен угон двух иномарок Марки Дею Значит, в первом случае, с улицы Лобнинская, это Дмитровский район Север Москвы, север Москвы Серого цвета, госзнак Татьяна-204, Татьяна-Семен Оборудованная радиопоисковой системой Лоджек, год ответа 3,040 Во втором случае, угон иномарки Синего цвета, госзнак Харитон-812, Татьяна-Роман-77 С угла Тимирязевской и Дмитровского шоссе Значит, автомашина также оборудована радиопоисковой системой Лоджек, год ответа 3,049 В городе вводится план Капкан Алена Аленочка Апина Это я, Коля, твой друг, ответь Я тебя слышу, Коля, здравствуй, дорогой Как я тебя терпаю? Плохо я себя чувствую Плохо Потому что никогда в жизнь не угонял машину Боимся мы всего Боимся мы Ну надо как-то начинать Начали уже Начали-то начали Но можете и закончить У вас же нет бензина, дорогие девочки Всего на несколько минут Осталось с вам бензин Что делать? Да, Коля Пустили зооправку Что делать? Можете заправиться у нашей машины слежения На улице Бусиновская У 15-го хладокомбината В момент-ка вызываем братьев Тарасовых Ответьте У вас есть какой-нибудь план? План какой-нибудь есть у вас? У нас есть план Мы хорошо подготовились Мы заедем на склад Так Друзья наши поднимут нас в контейнере На небо, Коля О, да вы не пекари Вы просто космонавты Покажите мне этот склад Вот это да Это супер Ну вы придумали То есть вы заедете в контейнер Вас поднимут на небо Это гениальная идея Главное, что склад рядом И потом все оставшееся время Они могут спокойно висеть себе на небе Я думаю, достать их там будет нелегко А ты думаешь? Вызывай угонщик один Алёна, Алёна, ответь Какой у тебя план? Мы нашли норку То бишь тоннель В этом тоннеле мы спрячемся И нас там никто не найдёт Туннель? А ну-ка покажите мне его Это вот этот туннель? Это вот это ты называешь туннелем? Да тебя возьмут там за пять минут Просто без проблем И надо туда ехать Я прошу тебя Фоменко вызывает братьев Тарасовых Ответьте Вы знаете, кто угонщик один? А кто угонщик один? Это знаменитая певица Алёна Атина Да, да, да У неё серьёзные проблемы Она плохо подготовилась И у неё идиотская Совершенно идиотская заготовка Она собирается Стрятаться в пешеходном туннеле Это полная глупость Она думает, что сигнал лоуджека там не пройдёт Но я видел этот туннель Это просто смешно Её возьмут там за пять минут А где, где, где Где она прячется? Ребят, она недалеко от вас Со мной она не разговаривает И не хочет меня слышать Я не понимаю Она в районе Гусиного Передайте, пожалуйста, что Не надо ей ехать в этот туннель Охотники хорошо знают Москву Её найдут Всё понятно Ты меня больше слушай, ниже его Коля, Коля Дай мне на связь Алёну У вас в салоне телефон московский Сотровый По нему и свяжитесь Живые пока Невредимые Алёна, я боюсь, что это всё обман У тебя они сработают Поворачивают Поворачивают Не больше смотри Алёна, Алёна Там всё равно пойдёт сигнал Тебя там засекут Будь проклят Тот день, когда я сел за баранкой Ей всё хихонький да хахонький А наши охотники возьмут её И возьмут её и всё Не дремлют же они Кстати, Леонид Дмитриевич, ответьте мне Да, Коля, я слушаю тебя Говори быстренько Взяли трекеры сигнал Значит, это не то, что взяли трекеры сигнал Уже и пелен взяли, и локал взяли Локал горит Охотник 3, охотнику 2 Так, деление поднимается Всё отлично, всё работает Вот этого я и боялся Вот этого я и боялся Всё уже Практически всё Не везёт Начало игры Алёна уже запеленгована практически Наши охотники её запеленговали По-моему, уже всё Всё, уже пот высветился 3.0.40 Всё, она ещё и едет на встречу Охотник 1 Охотник 1 на связи Гусинова, да? Всё, они её уже берут Всё, они её уже взяли Они едут ей на встречу Она даже этого не подозревает Господи ты, боже мой Спокойно, ребята, спокойно Пелено чётко Нормально Наша машина Чем она думала? Да, Алёночка, от нас не денется Влюбится и женится Это гибель Боже мой, Алёна, боже мой Они у тебя на хвосте практически Ты меня слышишь? У тебя нет никаких шансов Тебя возьмут Не ходи вкусные Ой, не бензин, у тебя ничего Заправиться даже, ты не успел? Да Где сейчас находятся наши преследователи? Сейчас узнаем Охотник 5, где вы находитесь? Мы находимся на 3-м Нижнелихоборском проезде У нас кот то появляется, то пропадает Столбик горит, 4 столбика Супер Ну и ты видишь, что делается Ну попробуйте То появляется на трехере сигнал, то исчезает Мы твоё выбрали Да, молодцы, братья Тарасовы Хорошо подготовились, в принципе У них всё, и склад, и друзья И охотники уже имеют проблемы Вот так вот О, Алёна Алёна, что у тебя происходит? Надо купить нас Просить, Коля Вы нашли завтра, правильно Нашли? Слава тебе, Господи Хоть что-то хорошее Ну я прошу тебя, слышишь меня? Не езжайте в туннель Ты меня слышишь? Не езжай! Что за связи-то? Не слышат они, что ли? Не слышат меня Ну хорошо, хоть заправляются Выглудили Не езжайте в туннель Ты меня слышишь? Не езжай! Быстрее Что? А? Да нажал, конечно Чё? Сейчас короткая рекламная пауза Но я надеюсь, что за это время Алёну Апину не возьмут В реальной операции «Капкан» Задействовано несколько десятков вооружённых экипажей ГАИ Патрульный вертолёт Десятки постов-пикетов Оснащённых радиопоисковой системой «Лоу-джек» Я хочу напомнить вам, что происходило в первом акте Угонщик номер один — это Алёна Апина Угонщики два — это братья Тарасовы Это Угонщик два Они успели заправиться прямо на старте То есть они были умнее Алёна искала бензин по всему городу И практически его нашла Залила его в нужное место И самое главное Что мне кажется, план её не выдерживает никакой критики А вот у Угонщиков два план очень хороший Братья Тарасовы решили взлететь в небо на кране Но охотники уже запеленговали и тех, и других Я не боюсь этого слова Потому что от «Лоу-джека», как принято у нас говорить Можно убегать Но нельзя скрыться Я иду в ПТС Покажите мне ещё раз туннель Это гибель Всё, уберите мне этот туннель, я его видеть не хочу Охотниками первым, вторым, третьим Код 3040 взят в пелен Значит, сейчас экипажи туда подтягиваются Берём в клещи и вводим в Альон в Коптон-2 Алёна, ты слышишь меня? Алёна! Что ж со связью-то? Алёна, не езжай туда сто раз, я тебя прошу Не делай этой глупости Поменять и план придумайте Боже мой, боже мой, что же ты делаешь? Ты можешь объяснить? Ждём, а мы пойдём на север Да тебя возьмут там за пять минут Просто без проблем «Лоу-джек» работает везде И под землёй, и на земле, и в небе Мы же говорили тебе это Куда ты едешь? Не надо туда ехать, я прошу тебя Всё-таки въехала в этот туннель Боже мой, боже мой, что же ты делаешь? Ты можешь объяснить? Что ты будешь ждать, стоять и ждать охотников? Молодец Алё, Коля, Коля, вот связь появилась Алёна, Алёна Жизнь с ним охотникам, что никакие они не охотники, а зайки они Ви, рви оттуда, Алёна, не стой на месте Они тебя поймают моментом Надо ехать И что делать нам? Что делать, что делать, садись и ехать Да ладно А может мне туда рвануть, к тому структуру? Ну да, короче Что делать? Вот это да Ничего не делаем, мы свой план выполняем и всё Смотри-ка, это в наши разговоры они попали Просто угонщики-2 въехали прямо к нам в разговор Вот они уже, зайки Вот они и едут Так, значит так, ситуация такая Угонщик один, ну какой-то где-то рядом Наши охотники уверены, все просто стальные Здесь сейчас самое главное, не торопись Уверены в том, что возьмут Такой чёткий сигнал на трекере у них Ну всё, бессмысленно играть, зря затевали Абсолютно всё понятно, естественно, всё просто и ясно Охотники её уже обнаружили, спокойно, не торопясь к ней подъезжают А что у нас с угонщиками-2? Покажите-ка мне, Артём, Аркадий Что? И вот оно, первая часть плана братьев Тарасовых Они въехали на склад Это как раз то место, где их будут поднимать на кране Вот он, этот кран Ещё, правда, они не начали подъём Но, в принципе, уже готовятся Уже к нему готовятся Вот она, первая часть плана Я бы, в принципе, ничего не мог бы сделать, если бы не телефон московской сотовой связи Набираем его Алё, Артём, как слышишь меня? Артём! Да, слушаю, Коля Что, Коль, случилось? Как твои дела? Нормально, добрались до места, сейчас прячемся и всё Понял, понял тебя А вот угонщица 2, то есть она уже угонщица 1 Наша Алёна... Алёна попала? Что случилось, Коль? Ей очень плохо Ей самой по себе плохо Ей снаружи плохо Ей плохо и внутри Потому что охотники к ней приближаются Где она застряла? Какое нам дело, Артём, заезжаем Сейчас, подождите Она застряла в туннеле И, к сожалению, не может никуда двинуться Она сидит в тёмном туннеле Её подташнивает, а с испуга Понимаете? В общем, в принципе, Артём, вам везёт У вас настоящий хороший мужской план А у неё, в принципе, нет Давай заедём, давай заедём Быстрее в менты сейчас приедут Алёна попала А чего, заезжаем и едем Чё-то я не пойму Езжаем в контейнер Всё, давай Конец связи Спасибо тебе, московская сотовая, что ты есть Каждый сам за себя, Артём Послушай, сейчас мы приедем За нами приедет девчонка Мы её загружаем И потом уезжаю уже я А её оставляем, а я сам разберусь Всё будет готово Давай, ты её так не обмани Всё нормально будет Спасибо, спасибо Спасибо Заезжаем, давай Петрушка Чё ты делаешь-то? Куда ты едешь, чтобы он контейнер Тихо-тихо, всё Куда он уезжает? Куда он уезжает? Он же должен подняться на кране О боже Пойду узнаю, что там происходит Останавливай машину Сейчас ручник дёрну И всё, и конец Останавливай машину Мне вся эта передача Всё это вообще не сдалось Просто нафиг Думал всё, всё придумывал Теперь я должен как идиот Не поймёшь, для кого вообще Послушай сюда Ты знаешь, как я тебя люблю, Аркаша? Поможем Что здесь не в этом? Да чё ты делаешь? В деньгах Прекрасуешься перед камерой Кому это всё надо вообще? Коля, где Алёна, скажи? Зеленоградская улица Там туннель Туннель совсем недалеко от тебя Ты что хочешь делать? Этот друг решил совершить красивый поступок Мы едем спасать Алёну Всё Да ты безумец просто Сейчас мы туда подъедем Сажаем её на хвост Идиот Сажаем её в наш этот Ангар, короче Ты кто? Дон Кихот? Подымает, а мы как-нибудь сами там отвергаемся Дон Кихот Ты Дон Кихот? Ты Выхинский Ты понимаешь? Выхинский, Дон Кихот Вот кто ты Это можно сойти с ума Что женщины до сих пор В конце 20 века делают с мужчинами Алёну Апину Едут спасать товарищи Братья Тарасовы Аркаша, давай корягу Корягу дай Ну и что дальше? Всё нормально Алёна Нет, сейчас Радуйся, дорогая моя Радуйся К тебе едет настоящий мужчина Он едет спасать тебя Причём не один мужчина А целых два Хватит даже не только тебе Но и Ольге Ивлевой Которая вместе с тобой Коля Да слышу я тебя Коля, наши охотники Дайте мне штаб Ситуация, ситуация С угонщиком 2 У нас осложнено В Тимирязевском районе Кот на третий То появляется То пропадает Было заполнение И кот пропал Заполнение Такое ощущение было Что они где-то здесь стоят На территории Тимирязевской Но он сейчас опять пропал Надо обратно вернуться Дайте мне Артёму Быстрее Ой-ой-ой-ой Артём, быстрее Дон Кихотушка Ты мой Так А что они делают? Что они делают? Вот это да Наши охотники Покупают цветы Кому? Ну только как Апиной Больше некому Настолько в себе уверены Теряют время А Артём, естественно Должен успеть Артём, слышишь меня? У тебя есть запас Они покупают цветы Быстрее Дон Кихоты И задача сейчас одна Она простейшая Кто быстрее Приедет к Апиной Либо наши Дон Кихоты Тарасовы Либо охотники Охотники с цветами Дон Кихоты с помощью Едут в туннель Напоминаю Что же такое Перехват? Это супершоу В котором в определенный момент Игра подменяется На реальность Два угонщика Одновременно угоняют Два автомобиля Оборудованных Радиопоисковой системой Лолджек За ними гонятся Охотники Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГАИ Снабженного Тридцатию Чилфордами И вертолетом Ведут из штаба Своим руководителем Майором Леонидом Дмитриевичем Обельченко Угоняемые автомобили Отключены Радиопоисковой системой Лолджек Сразу после сообщения В ГАИ Об угоне С нескольких вышек Разбросанных по городу Активизируется Маяк Скрыто Монтированный Гугланный Автомобиль Одновременно Об этом угоне Оповещаются Все экипажи Отдельного батальона ДПС ГАИ После этого Угонщик становится Живой целью В каждой игре Наши угонщики Поражают Своей дерзкой Фантазией По воде Спрятаться в подземелье Подняться в воздух Переехать с поезда На поезд И так далее Однако Наши охотники Действуют в обстановке Максимально приближенной К боевой Поскольку шоу-перехват Это игра Для настоящих мужчин Поэтому порой Бывают и жестокие захваты И наручники И огромные скорости И пистолеты Все это входит В наши правила А правила игры просты Если угонщик Продержится 30 минут Перед ним появляется выбор А Либо пройти на супер-игру И продержавшись 5 минут Выиграть автомобиль В этой же игре Тяжело Но это реально Как всем доказали Солист группы Мегаполец Наш дорогой Олег Нестеров Спрятавшийся В Лосином острове Также команда Лук Хойл Которая Кстати Благодаря Слаженным действиям Выиграла автомобиль И наконец Валерий Крапачев Вариант Б Угонщик Может выиграть автомобиль Приняв участие В трех играх Каждой из которых Ему необходимо Продержаться всего 30 минут И перейти в следующий тур Как это сделали Тамара Егоровна Иванова Продержавшаяся у себя В таксопарке 30 минут И Владислав Бартовский Участник Целых двух игр О боже О боже Впервые в истории Нашей программы Впервые в истории Нашей программы Произошло небывалое Посмотрите В туннеле В туннель Едет наш Артем Угонщик 2 Зачем он едет в туннель? Затем Чтобы спасти Эту потрясающее Очаровать на Алену Апину Он Настоящий мужчина Рискует тем Что останется без автомобиля Изменил свой план Не полез на кран Изменил свой план Не полез на кран Он решил спасать Алену Апину Он настоящий мужчина Я не боюсь этого слова Аркаш, смотри Тут штырь торчит Надо что-то делать Ой-ой-ой Вот они Вот они их остановили Вот они подъехали уже Тарасовы уже подъехали К туннелю Вот они видят уже Вот Аленку они уже видят Так, сейчас они ее будут выручать Но там же торчит палка Палка Это штырь Который мешает Ну и мужики Ну и мужики Все бросили Поехали спасать девушку Это беспредел Просто беспредельный какой-то Рыцарский подвиг Может сойти с ума А у каждого туннеля Как вы понимаете Есть два входа и два выхода Охотник охотнику два Оторвал все он от меня Ушел, ушел Куда-то под железку Нельзя забывать о том Что охотники Тоже настоящие мужчины Мало того, что они купили Алене цветы Они приготовили ей еще наручники Как и для любого нашего угонщика Только что от первого охотника Поступила информация Что угонщик один А угонщик один Находится в Гусиново Под московской железной дорогой Это унгландское направление Слоу Джекам Ваш автомобиль Всегда только ваш автомобиль Улицевая маршала Северландка Сейчас на Артеме лежит Очень большой груз ответственности Он должен спасти Нашу дорогую певицу Нашу ненаглядную Аленку Апину Ой-ой-ой Вот он заезжает Боже мой Пока была реклама Пока была реклама Извините, у меня нет времени Рассказывать вам, что происходило Мне срочно нужно связаться С угонщиком два С угонщиком один Алена, Алена Отвечает угонщик два Артем Да, это я Я сижу в машине Апины Я за угонщика один Помогаю ей проехать Она не смогла проехать Вместе очень тяжелым Я ей помог Я ей помог А, да-да Ну ты ей помогаешь, я понимаю Это рыцарский поступок Понятно Всё, Коля Больше не перевивай нас Всё, я тебе мешать не буду Я иду в ПТФ продолжать Да Ни пуха вам, ни пера Ни пуха вам, ни пера Лыцарь Стоп Луши Сюда, на руку Огоньки пошли Вот оно, самое главное Сейчас он будет выводить Нашу Аленку из туннеля Вот это да Охотники практически уже на хвосте у них Выезжать Выезжать из туннеля Сейчас он будет выводить Нашу Аленку из туннеля Вот это да Вот они Вот они въехали в туннель Наши охотники Уже видят огни Уже видят стоп-сигналы Наших угонщиков И того, и другого Проехать-то нелегко Охотники не смогут этого сделать Потому что там штырь Вот этот штырь. Наши Део маленькие, а парды огромные. Как обычно, не пролезет он. Вот чёрт. Так, они едут на склад. Давайте, давайте быстрее. Давайте, шевелите помидорами, как говорится, Алёночка. Нимать, что меня путают. Давай за тебя и езжай за мной. Хорошо. Хорошо, спасибо. Только ты далеко не уходи. Ты далеко не уходи, чтобы мы не оторвались. Что происходит с охотниками? Этот побежал пешком, я видел. Значит, я заехал со стороны гусину. Я спокойно комментирую ситуацию. Смотрите, что происходит. Наши охотники умудрились сделать уникальную вещь. И с того, и с другого конца туннеля они заехали для того, чтобы взять Алёну и Артёма, которые находились вместе в этом туннеле. Но поздно, слишком поздно, они захлопнули эти туннельные ворота. Где-то упустили их немножко. Не пойму, а где они? Одним словом, им удалось удрать нашим героям, и они экскортом теперь едут, приближаются уже к этому складу, чтобы вместе, видимо, как-то заехать в контейнер и висеть на этом кране. Я не знаю, что будет происходить. Не знаю. Охотнику два. У нас нет гарантии. Может, они между собой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Созвонились. Московская СОТОВА. Естественно, созвонились. Конечно. Слушайте информацию от охотника. Значит, по Зеленоградской улице в сторону центра движется угонщик один и угонщик два. Значит, эта информация поступила от охотника два. У кого на трекере, на трекере прыгают 3040 и 3049, зафиксируйте этот код. Имейте в виду, они двигаются в паре. Они вместе едут на склад. Метро Войковская. Сейчас проеду вот эту улицу здесь направо. Хорошо. А как хорошо, спасибо. Вытянул, вытянул наш Тарасов Артем, наш гениальный Дон Кихот. Вытащил, завершил мужской поступок, вытащил Алену из этого туннеля. И они вместе едут на склад. Нелегко, Леонид Медженко. Сейчас пикантная ситуация возникла. Угонщик один был в Гусиново. Проследовал подземный тоннель, который находится под Октябрьской железной дорогой. Там у него осуществилась, будем так говорить, неформальная встреча. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас угонщики следуют по Зеленоградской улице. Но ввиду того, что форт у нас остался заблокирован в тоннеле... Естественно, заблокирован. Там штырь торчал в этом тоннеле. Угонщики следуют по Зеленоградской улице в сторону метро Войковская. Значит, к ним туда стянулись охотники 4, 5, 6. Ну, я думаю, что в ближайшие минуты будет произведено задержание их обоих. Как понял, Николай? Ну, как бы они не стянулись туда, Леонид Медженко, они их еще не взяли, одним словом. Главное зацепить ее, а она нас выведет на него. Надо зацепить ее, а они нас выведут, а она и выведет на него. Вот, они стоят раздумывают. Время-то идет. Время идет, дорогие мои. Упустим. Сейчас кончится тем, что две автомашины выиграют, и все. Две впервые в истории. Ну, хотите этого? Алена Апина. Смешно. Цветы они покупали, наши охотники. Все будет хорошо. Да я уже нанервничал. Нанервничал. Я тоже уже нанервничал. Но ящик пива она нам поставит за это. Да не один ящик пива, она поставит вам цистерну этого пива, лишь бы вы ее вывезли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот уже включились сирены. Полным ходом едут наши охотники, приближаются и к Алене, и к Артему. Что же происходит? Что же происходит? Ей важно вместе с этой машиной попасть на склад. Вот уже, вот уже, вот он этот, вот он уже видит, уже вижу, уже я вижу, ждут. Помощники Тарасовские уже ждут. Уже сейчас Алена заедет и в контейнер, и после этого ее поднимут на хране. И уж тогда точно никаких шансов не будет у наших охотников. Вот мы приехали, теперь все, мы так, наших ребят. Ура, они уже въехали на склад. Уже въехали, сейчас все начнется. О-хо-хо! Это беспредел, это беспредел. Я не знаю просто, что делать. Просто не знаю, у меня опускаются руки, дорогие мои. Просто опускаются руки. Он привез Алену Абину к себе на склад, для того, чтобы вдвоем осуществить этот план. Он уговорил девушку подниматься на хране, снизу вверх. Давай-давай-давай-давай-давай! Вот это да! Абина, посмотрите, она заезжает в контейнер. Смотрите! Давай-давай-давай! Она заезжает в контейнер. И раз! Как она согласилась на это, непонятно. Подняться. Вот она сейчас въедет, и за ней закроют дверь. Я понимаю, правильно? Какой кошмар! С одной стороны героическая женщина, конечно. А с другой стороны Артем, настоящий мужчина, смог уговорить ее. Представляете? Сейчас ее будут поднимать. Нашу маленькую Алену будут поднимать наверх, на кране. Посмотрите, Артем уезжает. Это безумие! Безумец! Наш доблестный Дон Кихот Тарасов будет уходить от охотников любыми путями. Вот он, самый жаркий момент. Установи лоу-джек. Сделай угон бессмысленным. Вот оно! Охотники езжают на склад. Посмотрите, что прыщает. Сейчас будут брать Алену. Сейчас ее будут брать прямо голыми руками. Наши охотники голыми руками практически будут брать Алену Апину. Вон они только что въехали на склад, на территорию склада. А она поднялась на кране в контейнере наверх. Сейчас нужно еще решить нашим охотникам, где она находится. Давай-давай, по кругу, по кругу. Так, они ищут, пока не могут понять, где же находится Ален. Все закрыто, видишь? Все закрыто, знаешь, где-то здесь. Алена висит наверху, рискует сорваться вниз вместе с Автоловилем. Смелая девушка. Техника не подводит, они поняли, что она наверху. Вот это влипли. Слезай тоже, слезай. Боже мой, сейчас я не буду надевать наручники. Я не хочу это видеть. Я не могу видеть, как нашей певице на ее хрупкую левую и не менее хрупкую правую будут надевать наручники. Боже мой. Ну ладно. Ну что, классно покатали? Ой-ой-ой-ой, взяли крановщика. А парень-то что? А парень-то что? Вам крановщик не нужен? Был нужен, да уже взяли. Ситуация следующая. С Апиной все покончено. На первую вжали. Самое интересное, хочешь, я тебе объясню? Охотник один для нее специально цветочки приобрел. Значит, получается даром. Последний и второй угонщик. Второй угонщик, господи. Господи, боже мой, сейчас его возьмут. Как вы поняли, он покинул свой склад, на котором он должен был подниматься на крайне наверх. Он отдал свой план Алене, подарил его. Вот, поэтому сейчас его приснуты, досталось совсем чуть-чуть. Вот. Они летят на своем автомобиле просто на огромной скорости. А охотники висят у них на хвосте. Прямо на хвосте. Что же будет делать сейчас Артем? Что же он будет сейчас делать? Он находится за рулем. Наш героический Дон Кихот. Настоящий супер-мужчина, который просто помог Апиной вот все это сделать. Держаться до этой практически тридцатой. Чуть-чуть ей не хватило минуты. Так вот, вот уже все. Они начинают гонку. Они начинают гонку. Какой смысл, Артем, ты же не Барковский. Это Барковский, чемпион страны, десятикратный по шоссе на кольцевым гонкам, может позволить себе носиться вот так вот, профессионально водя Владимир автомобилем. А ты не знаешь, насколько ты хорошо водишь машину. Может быть, мне только кажется. Барковский, 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 Барковский. Боже, Боже мой! Как болеют зрители, как зрители болеют. Всем сердце, практически наши охотники, они настоящие профессионалы. Как бы ты ни крутился сейчас, они тебя обязательно возьмут. Ну, может быть, все-таки еще придавишь в газ и успеешь. Вот это да! Вот это да! Вот это да! Они крутят. Это просто автоспорт. Настоящий автоспорт. Нет, никаких, я чувствую, шансов. Все ближе и ближе. Вот они, огни. Но настоящие мужики понимают, что проигрывают, но, тем не менее, все-таки бьются до самого конца. Вот здесь все уже. Перекрыли выезд. Охотники перекрыли выезд. Ой-ой-ой. Ку-ку. Двух сторон берут их. Вынимают. Вынимают. Не сдается. Врагу не сдается наш горный варяг. Я вижу, я вижу. Естественно, настоящие бойцы успел даже очки надеть. Темные очки Артем успел надеть на себя, для того, чтобы, конечно же, выглядели, как настоящий угонщик. Да, это был героический поступок. Молодежь, берите пример наших братьев Тарасовы. Что, Аркачев, подержи корреку. Лукоил. Генеральный спонсор программы «Перехват». Компания Лукоил – производитель современных моторных масел. На российском рынке появилось масло Лукоил Люкс. Первое российское полусинтетическое моторное масло. При изготовлении масел Лукоил использует современные присадки. Угонщики, читайте газету АИ. Читали бы, знали бы, что от нашего ГАИ, чем дальше уедешь, тем больше проблем потом будет. Это факт и никаких аргументов не требуется. Так что рулите в киоск или на почту. Автомобили Deo, Estera и Nexia – это стильно, современно, солидно, удобно. Телевидение пришло в автомобиль. Цветной телевизор «Клэрион» европейской... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова